...содержать жизнь только того человека, который исходит из того, что он живет вечно. Понимает, что я — это не телесная полочка, а душа — частичка вечности. А развитие души — это инструмент саморазвития Бога. Ну, а вот как же всё-таки понять перевоплощение? Как понять тот момент, когда душа выходит из тела, когда ты сейчас уже и физики как-то фиксируешь туда, что-то там, так сказать, в момент перевоплощения, уходит из тела? Ну, вы знаете, конечно, нам не дано в земной жизни понять этот процесс, но я вам просто могу на примере аналогии каких-то объяснить это, потому что нечто подобное мы с вами уже переживали. То есть, когда мы находились в утробе матери, то, как бы, так сказать, вот давайте представим себе ту ситуацию, да, вот два близнеца находятся в утробе матери и общаются между собой. Один говорит, что, ну, вот, скучно, здесь им неинтересно, надо отдыхать, и всё, а второе — нет, нет, ты что, у нас будет другая жизнь, надо здесь, ты развивайся, там, так сказать, развивайся, тебя шевелись, там, да, ну, какая другая жизнь, с чего ты взял, какая другая жизнь, ну, как, вот, будет свет, у нас будет мама, какая мама, ну, где ты видел маму, откуда мама возьмётся-то, ну, её же нет, где же эта мама будет, ну, как, мама здесь, она вот вокруг нас, так сказать, ну, как мы примерно так же говорим, вот ведь, вы понимаете, вот, в этом периоде утромного развития, вот, такой диалог, в общем-то, вполне логичен, да, и когда происходит рождение ребёнка, то, по сути, та жизнь, в которой мы с вами пребывали, она прекратилась, да, и вот, по сути, это своего рода смертельный исход, да, было тепло, было питание, всё было нормально, и вдруг раз тебя природа выбрасывает из твоей обители, и ты оказываешься в безбрежном каком-то немыслимом пространстве, лишённом, ну, у тебя там нет ни питания, ни тепла, ничего, первое ощущение. Потом он посмотрелся, да вроде как и ничего, да. Вот примерно мне представляется, что, вот, этап, когда идёт перевоплощение, ну, вот, может быть, аналогия какая-то такая, вот, быть полезна.